МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города, в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. В небо в небо анонсируем главный праздник воздухоплавания в Рязани. Все по 60 сложностей отбора в ОМОН в нашем специальном репортаже. Неспортивное поведение. Кто и сколько получил за неправильный пенальти в футбольном матче Рязань-Сахалинец. Уже через две недели, 17 августа, в Рязани стартует уже в чем-то даже легендарный фестиваль воздухоплавания «Небо России». Но на этот раз безо всяких ограничений. Вот какой будет программа праздника, Марина Романюк. В 17 августа красивым шоу начнется фестиваль в Монастырском саду возле Кремля. В 17.30 участники наполнят оболочки аэростатов на радость зрителям. Весь вечер будет идти праздничный концерт. А уже на следующий день начнутся спортивные полеты. В этом году в рамках мероприятий будет Кубок России, 16 и 13 Кубок Рязанской области. Уже сейчас заявилось 21 участник. По нынешним меркам это хорошо, потому что на чемпионате было 29 участников. И еще приедут просто любители слезать, любители рязанских полей, поим, убравки. И Кремля еще будет там плюс 4-5 кипа. В общем, в общем, сложность. Ожидаю, что в небе над Рязанью и над Рязанской областью будет 25. Вечернее свечение запланировано на 20 августа. На этот раз оно состоится в середине соревновательной недели. Напомню, что обычно это мероприятие планировали на завершающие дни. Такой ход организаторов обеспечит максимальное вовлечение участников в это воистину грандиозное шоу. Очень хочу, чтобы была хорошая погода. Но это от нас не зависит вообще. Поэтому мы делаем все остальное организационное. Ну, как бы уже это 20-е мероприятие. Есть, конечно, каждый год там свои нюансы. Но генерально общая линия, она видна. Все рассчитано на то, чтобы было встречно, чтобы было дружелюбно, жизнерадостно и жизнеутверждающе. Об изменениях программы, а также о траекториях полетов будет сообщаться в группе ВКонтакте и на сайте фестиваля. Глава Рязанской администрации Елена Сорокина проинспектировала мусорные контейнерные площадки и осталась недовольной. По ее словам, все разбирательства с управляющими компаниями и рекоператором впереди. Ну, мы видим, да, что контейнерная площадка, она явно не соответствует драматике. И это свалка априори. Улица Вокзальная. Так называемые контейнерные площадки мусором буквально завалены. По словам местных жителей, здесь не убирает уже примерно месяц, а жилинспекция якобы ограничилась лишь предписанием. Ответственные представители компании Техрембитсервис потупившись молчат. Люди от рекоператора Экопронска, который, собственно, и должен этот мусор вывозить, тоже тут. Почему не вывозят, отвечают как-то невнятно. Мэр города проводит небольшой ликбез. Если я делаю косметический ремонт в своей квартире, текущий косметический ремонт, вот это надо вывозить. А если я делаю капитальный, сношу капитальную стену, вот тогда вы не вывозите какая-то арматура, бетон. А вот это вот так забыли. На улице Советской Армии, 14 дробь 9, площадка переполнена крупногабаритным мусором, предположительно от соседних торговых палаток. Поручение вывезти мусор пока что звучит по-доброму, без всяких санкций. Но это пока. По словам Елены Сорокиной, ответственность за чистоту во дворах несут абсолютно все. И регоператор, и управляющая компания. Люди платят за это. Как попасть в Рязанский ОМОН? Этот вопрос наверняка задавали себе многие отслужившие ребята. Понятно, что требования к кандидатам жесткие, а упражнения заставят попотеть лучших из лучших. У нас появилась уникальная возможность раскрыть внутреннюю кухню отбора. И Валерий Седов ею воспользовался. Давай, пожалуйста. Что будет? Отряд мобильный особого назначения. Именно так расшифровывается привычная уху аббревиатура ОМОН. Подготовленные специалисты, каждый из которых знает свою задачу и готов ее выполнить. И во время штурма здания, пусть даже тренировочного, бойцы четко выполняют приказы. Подтягивай. Чтобы стать бойцом отряда, нужно пройти и серьезный отбор. Никита уже стажер ОМОНа, все испытания для него позади. Но для нашей съемочной группы тесты для настоящих мужчин он согласился пройти снова. Это 18 подтягиваний, минимум 18 подтягиваний для сотрудника, который хочет занимать должность. 60 выпрыгиваний, 60 упражнений от пресса, 60 складываний, 60 отжиманий. Норматив на каждое выполнение 2 минуты. То есть, если человек выполняет 60 повторений, не уложившись в 2 минуты, норматив считается не сданным. Все комплексные силовые упражнения нескончаемо идут друг за другом. Бег сразу после, турники, пресс и все вышеперечисленное. После в спортзал. Там кандидату предстоит спарринг. Спарринг идет 3 минуты. И перед кандидатом нет задачи выиграть бой. Главное – выстоять. В первую очередь здесь стоит проверка волевых качеств претендента, кандидата. То есть, способен ли человек в экстремальных ситуациях, либо в ситуациях, заведомо проигрышных для себя, принимать какие-то ключевые важные решения. Потому что при выполнении боевой задачи уже непосредственно в режиме работы, порой сотрудник в экстремальных ситуациях должен принимать решения. Потому что от этого зависит как его жизнь, так и жизнь коллег, которые находятся рядом с ним. Поэтому в спарринге волевые качества проверяются непосредственно. То есть, его боевые навыки – это уже как бы второстепенно. Главное – волевые качества. Даже если кандидат – превосходный спортсмен, сотни медалей смотреть будут в первую очередь на морально-волевые качества. Решение о зачислении парня в отряд будет принимать непосредственно командир. Он может как дать время кандидату на переподготовку, так и забраковать человека. Наш герой Никита прошел сразу. Получилось все с первого раза, но это, наверное, одно из самых тяжелых было испытаний в моей жизни. Потому что как бы ты ни готовился, ты все равно будешь не ожидать такого. Никите 23 года. Военным делом заинтересовался с малых лет. Тут и премьер отца сыграл свою роль. Мужчина служил во внутренних войсках. Подростком Никита увлекался дзюдо и боксом. После два года отслужил по контракту в войсках спецназначения. По возвращении на гражданку три месяца готовился к отбору. И прошел. Помощь постоянно старших товарищей. Несмотря на то, что я только пришел в коллектив. Потому что я младше всех. Постоянная помощь, нет таких упреков. Даже если что-то сделаю не так, мне всегда помогут, подскажут что-то и направят на правильный путь. Отбор в отряд мобильный особого назначения проходит регулярно. Кандидатов много, а вот кандидатов с морально-волевыми пока не очень. Обращаться можно в региональный ОМОН, управление Росгвардии. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Настоящим скандалом обернулся первый домашний матч футбольного клуба «Рязань» с московским «Сахалинцем». Камнем преткновения стал пенальти, назначенный в ворота гостей. Буря эмоций смогли погасить только в контрольно-дисциплинарном комитете РФС. Судейский скандал в первом домашнем матче футбольного клуба «Рязань» с московским «Сахалинцем» набирает оборота. Вот он, ключевой момент игры. 53-я минута. Верховую подачу «Рязанца» Андрея Сергеева летит замыкать Роман Петрухин и в воздухе сталкивается с галкипером гостей Андреем Сорокином. Со стороны это выглядит очень жестко. Медицинские штабы обеих команд несколько минут оказывают пострадавшим помощь. Тем временем главный судья Станислав Исаев, немного подумав, назначает пенальти в ворота «Сахалинца». Понятно, что у судей нет повторов и в динамике могло показаться, что вратарь кулаком врезал в голову «Рязанского» игрока. И вовсе неудивительно, что реакция на это со стороны главного тренера «Хозяев» была достаточно нейтральной. Добили хороший гол второй. Первый там, я думаю, что усмотрение судьи, как он принял решение, так и принял. К правильности назначения пенальти мы еще вернемся, а пока дальнейший ход событий. С первым ударом Вячеслава Пурака «Сахалинец» Сорокин справляется, но начинает движение с ленточки задолго до удара. На повторе это отчетливо видно. Вердикт судьи «перебить» становится последней каплей. На бровку выскакивает основатель «Сахалинца» блогер Михаил Литвин. После ряда нелицеприятных слов в адрес арбитра он получает прямую красную карточку. Литвин уходит, но удаление его не остужает. И, как заявляет руководитель контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорианц, после матча в по трибунном помещении блогер нападает на судью. Что у них там происходит, остается вне кадра, но сам Литвин в своем телеграм-канале выкладывает короткое видео, где у него под глазом красуется фингал. Ну, опять же, я это выкладываю не для того, чтобы вы принимали это за чистую правду, а чтобы вы просто были в курсе новостей. Вот как-то так. А так это, ну, какая-то, может быть, правда. Вердикт контрольно-дисциплинарного комитета РФС – дисквалификация Михаила Литвина на полтора года во всех соревнованиях под эгидой РФС и штраф в 300 тысяч рублей. Кроме того, экспертно-судейская комиссия признала ошибочным назначение пенальти ворота Сахалинца. Официальная мотивировка звучит так. Решение ЭСК мотивировано тем, что в единоборстве за верховой мяч в штрафной площади команды Сахалинец первым сыграл в мяч рукой вратарь этой команды, тогда как игрок-атакующий команды Рязань на высокой скорости совершил контакт с вратарем соперника. По мнению всех членов комиссии, именно игрок-атакующий команды нарушал правила игры в данном эпизоде, и судья должен был назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды Сахалинец. Итак, судья в динамике эпизода действительно ошибся, но поливать его матом, а уж тем более воздействовать силой – явный перебор и неспортивное поведение. Я напоминаю, партнер программы «День города» – выставка свежей рыбы и икры. Самые вкусные, а главное, самые свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер» у центрального входа. Последний месяц лета август навевает грусть, как ни крутя, он приближает осень, но в лето всегда можно вернуться. Через полотна великих художников торжество солнца можно ощутить, рассматривая шедевры русской живописи. Рязанский художественный музей такой шанс предоставляет. Исаак Левитан, ученик Саврасова, он стал одним из классиков русской живописи. Его полотна Константин Паустовский сравнивал с произведениями Антона Павловича Чехова. Они также подробны и точны, требуют долгого общения с ними. Этот этюд – подготовительная работа к последнему масштабному произведению художника – картине «Озеро». Дрожащие мазки, убегающие вдаль облака, река извивается и прячется от глаза в перспективе лугов. Летний пейзаж, так привычный нашему взгляду, скромный и не броский на первый взгляд, и такой прекрасный в своем умиротворении. А вот у Ивана Шишкина другая атмосфера на полотнах. Иван Иванович Шишкин – верстовой столб в развитии русского пейзажа, человек-школа, так сказал об этом живописце, другой замечательный русский художник – Крамской. А критик Стасов писал, в картинах Шишкина изображена природа, достойная богатырского народа. Вы видите опушку леса. Небольшая по формату картина, представленная в экспозиции нашего музея, но художник удивительно точно сумел передать эпический образ богатырской русской природы. Скорее всего, это участок дюн на берегу Финского залива, где жил мастер и выезжал писать. Потрясающе. Сосны, песок. Немножко напоминает нашу Солочью и хочется оказаться в атмосфере этой картины. А вот картина Владимира Маковского навевает сказочное настроение. Детство, лес, деревня, юные пастушки. Лето такое разное, и если вспомнить слова песни, лето – это маленькая жизнь, это настоящий праздник. Зеленая трава, деревья слегка подернуты уже осенним багрянцем, но лето еще никуда не уходит. Оно напоминает о себе и за окном жара, а здесь какая-то особенная атмосфера, созданная художником. И наступит зима, и осенние дожди, а в нашем музее всегда лето и картина Владимира Маковского «Пастушки». Что, как ни море, ассоциируется с летом. Певец моря Иван Айвазовский родился в Феодосии и всю жизнь писал море. Более шести тысяч произведений и несколько шедевров в залах нашего музея. Один из них – «Штиль на море». Какие мягкие, теплые, гармонизированные цветовые отношения использует мастер для передачи настроения картины. Так и хочется оказаться на берегу этого ласкового, манящего моря. Но посмотрите, облако поднимается на линии горизонта и кажется пока еще легким, прозрачным и воздушным. Но может быть оно уже несет с собой ветер и вскоре безмятежная гладь моря сменит свое настроение на прямо противоположное. Авторы 20 века также вдохновлялись летними мотивами. Иван Архипов, рожденный на Рязанской земле, творивший в начале прошлого столетия, его кисти принадлежит полотно после дождя. Яркий самобытный талант художника, размашистые, разнонаправленные мазки, цветовые соотношения. Художнику очень точно удается передать то состояние, когда природа еще не успела прийти в себя после ошеломляющего летнего ливня. А вот натюрморт Мартиреса Сырияна наполнен солнцем и теплом, запахами летнего луга. Сам мастер как-то сказал, природа создает человека для того, чтобы взглянув на себя его глазами, восхититься собой. Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv, на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Рязань, встречай! Свежий лов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 1 по 6 августа. ТЦ Премьер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин